Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Логотип – важная часть имиджа команды, и в НХЛ это прекрасно понимают. Многие команды, помимо попытки проиллюстрировать своё название, добавляют в логотип дополнительные детали, которые призваны отразить историю команды, и некоторые из них заметить очень непросто. Мы собрали 11 примеров скрытых деталей в логотипах клубов НХЛ. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Открываем нашу подборку Нью-Йорк Айлендерс. Казалось бы, какие тут скрытые смыслы, кроме стилизованной под клюшку буквы Y? Но не всё так просто. Во-первых, на этой самой клюшке имеются 4 полоски, что является символом 4-х подряд побед в Кубке Стэнли. Во-вторых, на логотипе, помимо прочего, изображена карта Лонг-Айленда. А точка над буквой I в слове «Айлендерс» расположена аккурат в том месте силуэта города, где находится бывшая арена островитян, на Саун-Колизеум. Особенно забавен тот факт, что Бруклин, где сейчас играет клуб, вообще отсутствует на этой карте. У болельщиков Сент-Луиса есть интересная теория о значении логотипа блюз. Дело в том, что крылатая нота с эмблемой команды визуально похожа на 64-ю ноту, что перекликается с годом основания города Сент-Луис – 1764. Увы, клуб никогда официально не подтверждал эту отсылку, а жаль, было бы красиво. Задумывались ли вы, что значит литера H на логотипе Монреаль Канадиенс? Ведь в названии клуба нет ни одного слова, начинающегося на «Х». Многие считают, что это первая буква прозвища команды «Хабс», но ответ куда проще. «H» – это первая буква слова «Хоккей». Ах, скукота. Нэшвилл – столица кантри-музыки, и одноименный клуб «Энхэл» использует этот фактор как часть своего имиджа. Но как отразить это в логотипе? Очень просто – сделать наплечную эмблему в виде гитарного медиатора. Просто гениально. А три звезды на логотипе – это символ штата Теннесси. Хорошо, с наплечным логотипом разобрались. Но что за зверь находится на главной эмблеме Нэшвилла, и почему изображен именно он? Ответ – это саблезубый тигр. В начале 70-х годов прошлого века, при строительстве одного из самых высоких небоскребов Нэшвилла, в котловане фундамента были обнаружены кости этого животного. С тех пор он стал одним из символов города. Вероятно, все видели спрятанный в логотипе Миннесоты пейзаж, элементы которого вместе образуют голову медведя. В роли глаза на этой композиции звезда, что является отсылкой к команде «Норд Старс», представлявшей Миннесоту в НХЛ до создания «Уайлд». У Вашингтона скрытый символ находится на альтернативном логотипе. Присмотритесь внимательно к изображению орла, и вы увидите силуэт Капитолия, одного из главных символов столицы США. Логотип Бостона – классика НХЛ. Знаменитую лидеру «Б» кажется, знает каждый любитель хоккея в мире. Но почему эта буква находится в центре исходящих из нее лучей? А дело в том, что создатели логотипа постарались вложить в эмблему отсылку к известной среди американцев цитате писателя Оливера Уэндала Холмса Старшего, который называл Бостон «не больше, не меньше центром Солнечной системы». Вернее, так он называл местный Капитолий, и было это всего лишь красивой метафорой, призванной воспеть главное здание города. Постепенно, переходя из уст в уста, фраза изменила значение, и центром Солнечной системы стал Бостон. Таким образом, благодаря метафоре писателя, логотип Брюинс в какой-то мере астрономическая модель. По другой версии, эмблема Бостона – это колесо, так как прозвище города – «The Hub», данное Холмсом можно перевести как «Ступица колеса», и буква «Б» в центре логотипа это отображает. В логотипе «Филадельфии» скрытый смысл находится в выбранных для его создания цветах. Совладелец клуба и один из главных инициаторов вступления «Flyers Van Hell» Билл Патнем был выпускником университета Техаса и очень любил свою «Альмаматор». Цветами этого университета традиционно являются белый и оранжевый. И чтобы отдать дань уважения учебному заведению, Патнем включил эти цвета в символику команды. В логотипе Питтсбурга присутствует треугольник, и это не случайно. В слиянии река Легейни и Мононго-Хилл образуют треугольник, на котором расположен центр города. Это место получило название «Золотой треугольник», и именно его отобразили в логотипе. Но, вероятно, рекордсменом по скрытым смыслам является новый логотип Торонто. Кленовые листья представили его в 2016 году и вложили в обновленную эмблему целый ряд символов. 31 угол на кленовом листке обозначает год открытия легендарной для клуба-арены Maple Leaf Gardens. 17 разрезов на листе символизируют год основания. При этом 13 из них располагаются на верхней части и означают количество кубков Стэнли, завоеванных в Торонто. Неплохая коллекция символов, да?